Воистину, Серафим, безыстрения Бога, Слова, Рожащую, Сущую, Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присновь, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Воскрес и измертый! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради крещисти Твоей Матери, и Слева, ищи знака же творящего креста, святых отмелов наших хранителей, и всех ради святых помилуй и спаси нас, як во благослови Твоей Матери, Аминь. Боже, милостью будь негрешному, создав мне, Господи, помилуй меня. Бои счастливое согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. Царь Небесный, утешитель Дух Истины, вездесущий и весь мир наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Встав после снам, преподаем к стопам Твоим благе. Ангельскую песнь возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спасти ли от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой, просвети ей сердце и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придется удея, и деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвуем, Богородице, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слов Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце, и воспевать Святейшее имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и припойдем ко Христу Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припойдем к самому Христу Царю и Богу нашему. 109-й Псалом Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих в подножи ног Твоих, жерзал силы Твоей, пошлет Господь с Сеона. В господство среди врагов Твоих, в день силы Твоей, народ Твой готов во благолепие и святыни. Ищи его прежде деницы, подобно России рождение Твое. Хлявся Господь и не раскается. Ты, священник, поверь, починуй Милхиседека. Господь одеснует Тебя, Он в день гнева Своего поразит царей. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной, из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделены для всех, любящих умные. Дело Его, слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Памятными соделанным чудеса Свои, милостив и щедр Господь. Пище дает боящимся Его, вечно помнит завет Свой. Силу дел Своих явил Он народу Своему, чтобы дать Ему наследие язычников. Делая рук Его, истинный суд, все заповеди Его верны. Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал народу Своему, заповедал на веки завет Свой, святое и страшное имя Его. Начало мудрости, страх Господень, разум верн у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род право благословиться. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. В отме восходит свет права, благ он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердых словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведней. Не убоится худой молвы, сердце Его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце Его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он нарасточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовеки, ровки вознесется во славе. Нечтиво увидит это и будет досадовать, застрижищет зубами своими и стаят. Желание нечтивых погибнет. Слава! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой, и избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Встав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но сжалься надо мною, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченно лежащего, и спаси меня, стоящего перед Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день Христе Божий, и спаси меня. Молодыка, человеколюбче, встав после сна, я спешу к Тебе и по белосердии Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения, и спаси меня. И веди в Царство Твое Вечное, ибо Ты мой источник, Творец и Податель. У Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему. Прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого уральского зла. Ты сам, Владыка, Творец чего сущего, удостой мне присвяти Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю. Ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей сил бесплотных, всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долги земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясноведующий тайны человеческие. Безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, Бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время надеемся на обилие сострадания Твоего. Творим Тебе из нечистых уст, и прости нам про грешение наше, совершенное нами делом, словом и мыслью, вольное и невольное, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, «Когда общий судья придется славу воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими, и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Него в радость, и божественный чертог славы Его, и непрестанные голоса торжествующих, и невразимую радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный Свет, просвещающий, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнивать Бога никаким грехом. И молись за меня, ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем, и садил меня рабом, достойным Своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя, Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламень страстей моих, ибо я нищий, слабый, избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Сергий, Наталья, Ольга, Алексей, Анатолий, Андрей, Екатерина, Юрий, Надежда, Татьяна, Янис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобой. Благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови принадлежащих Тебе, помогая православным христианам побеждать врагов, и сохраняя силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка Якима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, и всех ближних моих, и всех православных христиан. Нападай им Твои земные небесные блага, не лиши им милости Твоих, посети их, укрепи силой Твоей, дару им здравия, спасения души, ибо Ты благ и любишь людей. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дар им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебе, как Богородицу, всегда блаженную и пронепорочную, Матерь Бога Нашим. Увеличаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Прочистой Твоей Матери, преподобной Богоносных Отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый Небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, которого преддаю на Твое попечение и защиту. Вложи в него крепкую веру. Научи его благоговеть пред Тобою, достойно крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего им. Научи его благочестиво, добродетельно жить, быть добрым христианином, полезным человеком. Дай ему здравия, душевный и телесный успех в трудах. Избавь его от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей. И ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи Его к тихопристани Твое вечного царства, чтобы Он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном, житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, возри на Сына моего Константина, не спошли на Него Духа премудрости, разума благочестия, просвети его светом Твое благоразумие, чтобы Он скоро уразумел и усвоил изучаемые предметы, употребил их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе слава возносим, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Гнадий Тихонович, молитесь. Спасибо Господу, помните, кстати, молодых брат Babe 40, битрополит Элариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангелла, Диамида, Тихона, Антония, Ищинария Акимова, Павла, Геннадия, Сергия Сергеевна, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима Носимовича, Максима, Владимир Айгабунидай погибнул Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Павлица Сергия, Кирилла Венедикта, Франциска, Харнилия, Александра, Диадора, Тихона И весь священщик скинощий священник И высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам И иногда еще священникам, если угодно тебе, Господи Смири власть и воинства их Доведи страх твой на них, и через них сапори благое церковь, избави их от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Андогена, Амана, Насултана И даруй мир Израилю, о России, о Украине, о Сирии, где война идет, и те Сирии пощади, помилуй Господи Мужчина, сценить это мирное время И приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю Вселенную, за отступничество от Тебя Господи, коснись черта врагов наших, и премьерей их с нами Не дай им погибнуть в ожесточении лжи И в судный день не помяни их безумие Александра, Александра, Сергея, Виктора, Алексея Более своих благодетелей наших, Воздань, Добром Елену, Людмилу, Ранил, Евгения Натальевна и Надежда, Влада Аллилуйя Слава Тебе, Господи, за эту прошедшую ночь Как Ты, Дима, охранил нас, и только вещь из Тебя откроется, какие опасности ждали Ты же разум сохранил Прошу Тебя, Господи, пошли нам добрых помощников, наставников и советников И сохрани нас в этот день от всякого рода греха и зла Сохрани и защити нас, усиление наше от пожара, от воров, от нечистой силы живущих там Андрея, Игоря, 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 Владимира, Дайвера, Освободеева, от не вере Богослови, Людмиле, Любовь, Владимир, Алексей, Иосифов, очень добрые Жители с детьми, знающие закон, любящие себя, отходящие в послушании Спаси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никита, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмила, Нина, Игоря, 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 Валентина, Екатерина, Надежда, Анастасия, Наталья, Михаила, Нину, Анну, Юрию, Рахиль, Еду, Екатерину, Екатерину, Галину, Александра, Александра, Сергея, 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 Игоря, и от пьянства избавив Павла, Михаила, Андрея, Владимир, Александра, Игоря, Андрея, и от пьянства наша радость, Бог Господи, дайте Валентина, Юрия, Татьяну, Мартунину, Валентина, Мария, Игорь, 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 и от пьянства, не вери, не дай ему погибнуть. Благослови путешествующий, Виктора Виталия, Наши пограбители, Легиса, Мирму благослови. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, дару здравия, силы перенести страдания. Валерия, Вариона, Кирилла, Надежда, Нианилу, Валентина, 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 Татьяна, Анастасия. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезнь, за друзей и за врагов. Господи, ему промышление, все это может оказаться на пользу. Аллилуйя, Господи, благослови и защити. Все это наше сокровище здесь в интернете, и книги здесь, и с пути. И трудят Игоря Юлия, Боже слава, и Дмитрия Викторовна, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Валентина. Дмитрия, Вячеслава, помилуй, Господи. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартины, Германа, Александра, Симона и Леньки. Слава Тебя, Боже наш, найди отступников Михаила, Николая, Александра, Юрию, Анастасию. Возврати их к святой православной вере, не дай им погибнуть в ожесточении. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Егова, Абва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваум. Вся земля полна, слава и Валлилуйя. Слава Высшему Богу, на земле мир, в человеке благоволение, анюя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, который дал мне святую веру в Тебя, это дар неба. Страх пред Тогорю и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, который дал мне святую Библию. И указал на толкование святых отцов на каноны церкви. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Госпожа Богородица, Приснодела Мария, Матерь Христа Бога нашего. Спаси нас, молитвы, Господи, благослови всех, помогавшим нам в путешествии. Павла, Зинаида Владимировна, Валентину и Екатерину, Людмила, Надежда. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел. За эту ночь, столько лет ты хранил и защищал, от видимых и невидимых врагов избавляя. Прошу Бога, Благодаря Ангел, Хранитель, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи мои души помытаться в страшном и непонятном. И введев на веки вещь на царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, Христитель, претеща Христов, моли Бога о нас. Но учи нас, Господи, жители в бедности. Имея пропитание и одежда, быть благочестивым и довольным. Никому не завидовать и роптать. Довольствица малым, быть экономным во всем и быть щедрым на подаянии милостыни. И укрепи, дабы никто не страшился царей и начальствующих. И не участвовал в бесплодных делах тьмы, но и облечал. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, Мерликейский чудотворец, Добра строта сего издержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Слава тебе, Боже наш, Господи, святые. За их ходатайство, за их молитвы. Аллилуйя. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной. И мы не знаем, что ожидает нас. Господи, озаботься и сохрани наших животных и птиц, что имеем. И пруды наши от зверей и от недобрых людей. Аллилуйя. Молите Бога о нас. И ты, пророки Божии, Илья, Елисей, Ноф, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Агн, Ноя, Иосиф, Патриархи, Мезраниеме, Амос, Наум, Иссайя и Еремия, Варух и Зеки, Осия и Ария, Илья, Гей, Сапоне, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и Пророк, Иссайя, Авраам и Саак, Яков. Молите Бога о нас. Вспомни, Господь, Духом в пророческом Церкви Свою. Добро день прихода Твоя наша восшит. Ты не заставлась, ты готов умей. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими святинниками истинной веры и сосудами, полными Илья, добрый дел, с отделанной Духи Святом с любовью. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Червимы и Серафимы, и все небесные силы, Христовы Божьи и предстоящие, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Выхая, и Андар, Господь, жажду и следовать Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Боже на нас, святые мужчины и мученицы, Игнатия Богоносец, Поликарус, Смирский, Устинский, Иосиф Космай, Идалиян, Андрей, Стратилат, Иерон, Мучни, Климент Ринский, Климент Ангельский, Антоний, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеим, Соро, Святых, Мученицы, Игнатия, Стар, Николай, Святое царское семейство, Владимир, Иерния, Иосиф, Борис и Греф, Борис и Бога о нас, Да выпустит Господь Народской, Да бы никто не принял начертания звека, Ахимов, Аси Великий и Крем-Сирин, Антоний, Макарик, Макарик, Антоний, Владосец, Комедий, Иерон, Сергий, Кадонеский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Ян Кобольский, Ян Штат, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефоний, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Килавет, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит Господь Святое православное верие, А замысле ретиков Развей и мечток Преврати, Аллилуйя, Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Тепла, Первомущвенца, Патина, Самарянина, Феоргония, Вера, Надежда, Любовь, Матиса, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Трискила и Акила, Андроника и Юния, Теплян, Истина, Молите Бога о нас, Да дарует Господь, Послушание, Молчание, Саламудрие, Нестерливости, Женам и Девам, Сохраних, От всяческих поруганий, Избактов и покорств, Волитом семействе, Великвене, Надежда, Надежда, Всескану, Мария, Раиса, Мария, Будет Дедмила, Иоанна. И прими нашу молитву, Возьняния рук, Как жертву вечернюю, Благоухания, Приятная перед Трисовым, Благодати Твоей, Господи, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся на небе и на земле, Господи Божий наш, Услыши, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Прими нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, И помилуй, Аллилуйя, И благослови этого Алексея, Дай ему полное раскаяние, Наставь ему на путь, А с истиной Твоей, Господи, Да не отпрати, Погристос Твоё, Если угодно, Устроить встречу нашу, Аллилуйя, Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит, Раб Твой, Погристос Твоё, Господи, благослови Татьяну, Тамару, помогающих в открытии Будея, как Тебе угодно усвоить, аминь, Господи, благослови Тебе, благослови Тебе, благослови Тебе, благослови Тебе. Задите мое погрешение, Благослови Тебе, благослови Тебе, благослови Тебе. Боже, очисти мне грешеный, помилуй меня, Боже, будь милостив ко мне грешеный. Господи, прости мои все грешения, тайны, дьяны, умею в помышлении, в одни и в ночи, и во все дни жизни нашей. Ибо ты благ, человеколюбец, Аллилуйя. Благодарю, Господи, за милости и в этом мире. Помоги нам в радости совершить этот пост и встретить пасту Христову Святого. Аллилуйя. Господи, Владыка, живота моего дух, праздность и умение, любоначальность празднословия, сорок пролюбие дожми. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви дару мне работ по ему. Бей, Господи, царю, дару мне зреть, и моя прегрешение, не судать и брата моего. Я буду сплавен, ты неси, возьми тебе ков. Слава тебе, Боже, слава тебе. Доброе утро всем. Доброе утро. Вот у нас может быть... Доброе утро. Ну я тут немножко хотел просчитать молитвы, какие есть. А потом Сергей может как-то выставить их. Небольшие молитвы, по разным случаям. Когда у нас были занятия в университетах, мы много записывали. Ну молитвы разные-разные. Целый том составленный у Ефрема Сирина. Вот так, открывай свои желания перед Богом. Надо это учиться. Мужчина, Господи, как я научил своих учеников. Вот это понятно тогда. Что у нас здесь? Молитва о разуме. Вот молитва о детях. Всесчедрый Господи Иисусе Христе, который сам был детем, и который любит и благословляет детей, помилуй и спаси детей нашего времени, дабы не крещеные окрестились, а крещеные утвердились в вере в Тебя, в вечную истину, и в любви к Тебе, в то есть любовь неизвреченная. Спаси, Господи, тех детей, которые неверующие родители отравляют безбожие и отвращают от Тебя единственного Спасителя. Спаси, Всеблаго, и тех детей, которые злые учителя, которых безболные души отчуждают от Тебя их Творца и сродняют их со щенками. Спаси, Господи, и тех детей, которые чистые души загрязняют всякую безнравственность на улице и в театре. Спаси их от нечистоты, куплицы и зрелища. Спаси, Всемилостивые, и тех детей, которые, лишившись родителей, попали в руки суровых опекунок или злых отчимок, либо мачехи. Спаси их от слышания хульных речей и от ведения злых дел. Спаси, Сыне Божий, сыновей, сынов человеческих, которые таскают туда и сюда на разные телесные тренировки и занятия, но не дают главного занятия возрастания в законе Твоем, Святом, правильных мыслях, милосердий и во всех делах добра и правды. Дабы выросли дети, векость Его и созрели для Сыновства Божием и Небесного гражданства. На Своё вечное спасение и на Твою славу и благодарение. Аминь. Молитва о правителях народов Все народы суть Твои словесная стада, Слово Божие. А они Твоя собственность, и один Ты лучше знаешь, как ее управлять. Всякий лучше знает, как управлять Твоим имением, чем чужим. Правители народов земных управляют чужой собственностью, ибо управляют тем, что Твоё. В разуме, Господи, правители народов земных, чтобы правили они по Твоей святой воле, чтобы вели народы путём, который Ты указал, чтобы отпрощали их от злого, что есть зло перед лицом Твоим, чтобы берегли их со страхом, сознавая величайшее благо то, что Ты им это доверил. Власть – великое искушение, и мало тех, кто может выдержать его. Выдерживают лишь те, кто сознают, что являются рабами Твоими, стоящими в подножии ног Твоих. Много людей, злоупотребляющих своей власти над природой, немало и тех, которые злоупотребляют властью над равными себе. Немощен всякий человек, Господи, и готов предаться самолюбию и гордыне. А о гордыне погубило многих ангелов, не говоря уже о людях. Ради любви Твоей народам Твоим, Творец, исполни правителей народных страхом суда Твоего, и ради них и их спасения не прогневайся, Господи, но поддержи их духом Твоим, духом силы, мудрости и святости, дабы спасли они свои души, помогая в спасении народов Твоих, день и ночь, взирая на Тебя, как на правителя над правителями, по молитвам праведных, слух Твоих, бывших у власти, смилуйся всемилостивей, и услышь молитву нашу. Аминь. Молитва о душевно больных. Ум вечный и непостижимый, который в ангелах и людях посеял семена от ума Твоего, который мыслью своей охватывает весь сотворенный мир и благой мудростью промышляет о всякой твари. Услышь молитву нашу о больных умом братьях наших. Человек без ума не становится ли горстью праха, который носит туда и сюда бессмысл и бессея, без разлечения доброго от злого и живого от мертвого. Праведен Ты, Вышний Боже, и по правде попускаешь на людей муки за их нераскаянные грехи. Но по правде Ты будешь трудить на страшном суде Своем. А сейчас смилуйся над теми, чьи умственным страданиям больше всего радуются сыны погибели, враждующие против Тебя и людей. Поскольку каждый год увеличивается число людей, которые хвалятся своим разумом, покрывая Твое святое имя, презрением, то увеличивается и число тех, кто, лишившись разума, пополняет Собою дома умолешенных. И даешь разум, чтобы люди знали, что разум от Тебя. Ты забираешь разум, чтобы люди увидели, что разум Твой. Великий податель даров, яви милость Свою к обезумевшим и ради страшной жертвы Сына Твоего на крестке за весь рот человеческий. Верни ум безумным и через это приведи к покаянию их самих и их родственников, чтобы больше ценили и берегли тридинный твой дар ума, которым Ты украсил людей и возвысил над всяким другим творением в мире. По молитвам Пресвятой Богородицы и Святого Нифанта, и Святого Наума, помилуй, спаси Господи, больных умом, братьев наших, дабы и они Тебя славили как триединый вечный свет вместе со всяким умным творением на небе и на земле во веки веков. Аминь. Молитва о тех, кто не почитает святых. Молим Тебе за тех соплеменников и спутников наших, которые отказываются почитать память святых Твоих и которые без страха перед Тобой и без стыда перед православными предками Своими всему миру объявляют, что не чтят святых Твоих. Разве не отвратит царь веку Своего от того, кто отвращает Иисус Своего от детей царских? Неужели почти царь того, кто ищет царей царских щад? Господи! Отцы наши прославляли молитвами, милостынями и песнями тех сынов и дочерей Твоих из рода людского, которые совершенно исполнили волю Твою на земле и которых Ты за это прославил на небе. И угодно Тебе было прославление от отцов наших и потому святые Твои по Твоей власти и милости были защитниками и помощниками отцам нашим на протяжении веков. Но теперь видишь, старь святый, как некоторые Твоих потомки отвращаются от вековых защитников и помощников Твоих и надеются только на Своё ничтожество, подобно безбожным, надеющимся на немощных Своих идолов. Отвращаясь от святых Твоих, они отвращаются и от Тебя, великий и страшный Божий. И всё это по своей гордости и глупому незнанию. Ты век в Христе первым святым Своим принимающий вас меня принимает. А кто не принимает святых Божий в свою душу и в свой дом, тот и Бога не принимает. Но по молитвам всех святых Твоих, Господи, осени духом Твоим всех сих отпавших от святости Твоей и увлечённых духом злоба на путь погибелью. И садилай, Господи, чтобы снова стали милы им святые Твои, как милы были в детстве. Садилай, чтобы в душах и в домах их снова зазвучало словословие славным угодникам Твоим, дабы всякое посчитание святых было во славу Твою, вечной Божией, и на наше спасение во Царстве Твоем в небесном во веки веков. Аминь. Молитва о безбожных атеистах всякое бытие Божьей свидетельствует о Твоем бытии яснеющем сейчас в щеке и город оградостроительных и песня о певце и слова языке и разуме. Ты яснее солнца всесильный Господи Божий наш. Однако безбожники не знают о Тебе и еще горше. В злобе сердца своего они не хотят знать о Тебе. Закрыли голову своих в землю как страус в песок и кричат «Не видим его, не знаем его, нет его». Я говорил им слова о Тебе, создатель слов и речи, а они сменялись. Я оказывал им милость во имя Твое, а они сердились. Я напоминал им слова пророков, «Гол знает владителя своего». «Как же вы, люди, не знаете Господа своего?» А они отвечали «Нет, Господа». Река, отсеченная от источника иссыхает, иссохли сердца безбожников, иссох у них и разум обезумели. Страх охватил меня, что соседи мои, живущие рядом со мною, потонут воду. «Ой, источник жизни, скажи мне, слуге твоему, как такая смерть может свить гнездо в живой душе человеческой?» вечное солнце правды истины, как такое мрак может пасть на разум человеческий, что он не может распознавать и понять начинающее и завершающее слово всех существ в мире. «Не не так ли, Господи, произошло это? Грех за грехом, как нить за нитью, пока не сшилась плотная завеса, которая сокрыла тебя для всех. Но не допусти, Господи, чтобы царь тьмы полностью завладел созданиями Твоими. Возгреби силой своей, и усея лучами Своими, чтобы пробудились заснувшие и опьяненные адом. Соделай то, что только ты знаешь и можешь, чтобы покаялись соседи мои, несчастнейшие всех творений Твоих. Его прекрасны будут соседи мои, когда покаются и познают тебя по молитвам слуги твоего святого Моисея Мулина, когда как блудные сыны от общества свиней обратятся к обществу ангелов. О, сколь звучно и стройно будет песен слави Твоей, когда все покаявшиеся сыны твои воспоют ее вместе с верующими на земле и воинством ангелов на небе, которые день и ночь славят и величают Отца, Сына и Святого Духа, единого живого Бога. Аминь. Ну, я думаю, молитвы хватит, я потом Сергею перешлю, дальше молитву о Иудеях запомню, как о Ивреях молиться. Ну, что там, про Библию считать будем? Нет. Давайте на следующий раз. Вы сюда в чат скиньте эти молитвы, пожалуйста. Все, все, давайте прощаться. С Богом! С Богом! С Богом!